Субтитры делал DimaTorzok Ну что тут, друзья, рассказывать? Это было в 2010 или 2011 году, я тогда был молодым, дурным, вот, мне хотелось найти приключений на свою задницу, насколько я помню, зимой, это было зимой или поздней осенью, в тот вечер Дозертоду, кто-то из его знакомых предложил поучаствовать в акции СтопХама в одной из в Одессе, вот, Дозертод предложил мне, и мы, собственно говоря, вдвоем туда и поехали. Как вы знаете, Одесса, друзья, это курортный город, а любой курортный город, он населен огромным количеством не только торгашей, но и бомбил разных там таксистов, шоферов, многие из которых работают неофициально, вот, и дерут они очень-очень немало. Кроме того, что они дерут немало, они еще ведут себя быдловато, вот так вот как-то нагло и так далее. Вот, особенно таких много в Аркадии, вот, как мне рассказывали истории, подпитые москвичи с телками из Аркадии меньше, чем за 100 баксов лет 7 назад не уезжали, 100 баксов на минуточку. Это половина от тогдашней месячной зарплаты вообще в Одессе среднестатистической. Вот, в Аркадию мы, слава богу, не поехали, потому что там бы нам точно начистили морду, если не бомбилы, то, наверное, крышующие их менты. Вот, мы поехали к ЖД вокзалу. Возле ЖД вокзала там действительно бомбилы вели себя очень некрасиво, как минимум потому, что они стояли на остановке общественного транспорта, в 2-3 ряда, иногда троллейбус или маршрутка, или какой-то другой общественный транспорт, он просто не мог к остановке подъехать. Людям приходилось выходить на проезжую часть, вот, и сами понимаете, это было неудобно. Жобу сними. О, жобу сними. Нормальный заход. Так, сейчас попробую, ребятки, тут себя найти. Мужчина, тут уже запрещена парковка. О, о, слышите, слышите, это я. Остановка, парковка. О, это Дезертот. О, вот я, вот я, вот я, вот я. А, блин. О, о, пошла жра. Спокойнее, мы просим просто вас переехать, перепарковаться. Блин, вы слышите вообще, насколько у меня другой голос, блин, за эти все, ну, сколько там, уже 5 лет или сколько, 6, как он сильно вообще изменился. А, блин, такой, мы просим вас просто перепарковаться. Какой дальше, блин? По очереди, блин, что с суда успеешь. О, о, одесский бомбил, он такой компетный, мне кукол. Клей, клей. Так, сейчас попробую Дезертот найти, чтобы вам его показать. Так, тут музычка пошла. А, вот, вот я, вот я, вот я, вот этот шарфик, вот, блин, такой стыд. Так, потише музычку. О, пошла жара. Сейчас, тут где-то Дезертот, по идее, должен быть. А, вот я, вот я, ну, там был справа, короче. А, вот, 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 вот Дезертот, ребятки, посмотрите, посмотрите, такой, еще не бородатый, такой, гладенько выбритый, такой, прям, все нормально, все нормально. Милый мальчик. А, вот я, вот я, шапочка Армани, господи, этот шарфик квадратный, полупокерский. Ну, короче, вот так оно все было. Разборки там, пыры-пыры. Самое, друзья, знаете, что забавное? Самое забавное, что, думаю, да, пришли, мы начали с ними разбираться, там, просить их отъехать. Частично они отъезжали, частично нет. Вот, и закончилось все тем, что, я четко помню, как Дез мимо этих всех водил, ходил, 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 задевал их специально плечом. Я говорю, Кирилл, нахрена ты это делаешь? Он говорит, да, блин, ну, что они тут быкуют, блин, надо с ними это, типа, подраться туда-сюда. И, короче, в конечном итоге закончилось тем, что у кого-то там, какой-то там был, короче, один из шоферов, по-моему, контуженный. Вот, он начал лезть на кого-то с кулаками, Дез достает газовый баллончик, начинает распылять ему прямо в лицо. Но, и, то ли из-за ветра, то ли из-за чего-то еще, это облако, оно осело на всех. И у всех начали слезиться глаза, у всех начали, у всех рожи просто красные. После этого мы уходим куда-то в какое-то помещение возле ЖД вокзала. И, понятное дело, водой это все смывать нельзя, только какими-то сухими полотенцами. Ну, и, собственно говоря, все. Если вы меня сейчас спросите, типа, Джофф, что ты об этом можешь сказать, что ты думаешь? Ребят, ну, честно сказать, ничего хорошего я про это все не думаю. Вот, тогда я просто не знал об этой организации практически ничего. Вот, я только слышал, край муха, что Путин, вот им там в России дал какой-то там правительственный или президентский грант на развитие. О-о-о, пошла жара, по-моему, тот самый контуженный. Вот, он им дал какой-то грант, вот, типа они там поддерживаемая организация правительством и так далее. Ну, короче, мне казалось, что это благое дело. И это уже сейчас я понимаю, ребята, что вот эти все организации, которые якобы борются за наши с вами права, что это всего лишь профанация, что чуваки просто рубят бабки. Я думаю, вы знаете такие организации, как Хрюши против, Лев против, вот, про Лев против ролик Немагия снимала, что там чувак вроде бы против распития алкоголя в общественных местах, но по факту там и людей избивал, и там в каких-то схемах замешан и так далее. И там подобное, Хрюши против, я думаю, то же самое, про СтопХан тоже было много статей, их даже лишили, по-моему, года два назад правительственной поддержки. Вот, это просто все такие, наверное, социальные террористы. Вот, и честно говоря, когда я вот на все это смотрю, друзья, у меня одна ассоциация с Гринписом, вот. Официально Гринпис это вроде бы организация, которая борется за экологию и бла-бла-бла и все такое, но по факту это экологические террористы. Это определенная организация, которая медийно давит на определенные корпорации по заказу. Вот, СтопХан это тоже все профанация. Не то, чтобы я сам автомобилист, и я вот за вот это все быдло, которое там паркуется неправильно, которое там по тротуарам ездит по обочинам или так далее. Нет, я сам не автомобилист, я как бы без машины, но при этом я понимаю, что вот такими вот организациями ничего не поменять. Это надо менять или с низов массово, но на это наш человек русский не способен, он слишком боязлив, он слишком ленив, слишком у многих, многими практикуется линия поведения а-ля моя хата с краю, не буду я во всем участвовать, типа вот я не при делах, мы тут ни при чем. Вот, или такое надо менять законодательно. Но законодательно, мне кажется, что на Украине, что в России, что, ну, про Белоруссию ничего говорить не буду, я там не жил, не знаю, вот, но что на Украине, что в России сейчас, мне кажется, есть более насущные проблемы, чем, господи, какие-то там чуваки, которые неправильно паркуются или неофициально бомбят, или где-то там по обочинам ездят и так далее и тому подобное. В общем, был такой эпизод в моей жизни, было забавно, но больше я такого повторять не буду, просто потому что теперь я знаю, что это из себя представляет. Итак, друзья, следующий вопрос, который звучал очень часто. Джофф, правда ли, что ты снимался в передаче «Голые и смешные»? Да, друзья, это тоже правда. И это, на самом деле, более веселый эпизод, чем вот попадание в стукпам, потому что я помню тоже как-то в 2010 или 2011 году зимой шел домой. Вот, жил я в районе Черемушки в Одессе, угол Филатова и Космонавтов. Иду я домой и смотрю магазинчик женской одежды, у меня был там рядом с домом. И смотрю, там девочка стоит, девочка ко мне подходит и говорит, типа, молодой человек, здравствуйте, мы тут снимаем передачу «Голые и смешные». Не хотите ли вы сняться за 20 гривен? На тот момент, чтобы вы понимали, 20 гривен, гривна, доллар стоил 8 гривен, это получается 2,5 доллара. Да, 2,5 доллара мне предлагали со съемки передачи. Я денег не взял, но просто снялся, потому что мне было интересно, как она и что это. Я не знаю, знаете ли вы эту передачу, вот, но в Одессе она была достаточно популярна, вот, и вообще в целом по Украине. Вот, показывали ее на различных, ну, не главных каналах, но там на разных, знаете, второстепенных. Вот, но при этом я с режиссером тогда разговаривался в тот вечер, порасспрашивал, типа, там, как они снимают, для кого, для каких рынков. И оказалось, что у них самый большой рынок сбыта – это Америка и Япония. В Японии, типа, эту передачу просто обожают, они там всему верят, что именно вот так она и снимается, что это все, типа, в заправду не подстроено. Мы-то знаем, что это все подстроено, что это все, что это все актеры, ну, не актеры, это все люди с улицы, которым вот так вот заплатили, там, по 20-30 гривен. Вот, но в Америке, Японии все верят, что это вот именно вот так оно все снимается, что это в заправду. И действительно там из окон вываливаются голые телки со своими вот этими огромными сиськами, что они все такие ссечные. И на Украине, там, в России везде, вот, наверное, именно такие девушки. Прежде всего, ребятки, расскажу, что там было по сценарию По сценарию было так, что, как мне объяснил режиссер Типа, я захожу в магазин одежды, что-то себе выбираю И тут из примерочной выходит девушка И, типа, просит подсказать, типа, как на ней смотрится это платье А девушка, типа, в одних трусиках И мне нужно изобразить удивление, смущение и так далее Честно признаюсь вам Я считаю, что сыграл очень фигово Вот режиссер на меня таким взглядом смотрел, типа О, господи, с кем мне приходится работать Но, блин, по какому-то непонятному сечению обстоятельств Меня все равно вставили в финальный ролик И все равно это где-то на телевидении не показали Ну и, собственно говоря, ребятки, давайте посмотрим Так Это мой сосед, кстати говоря Вот это вот, да-да-да А вот это я, вот это я, посмотрите просто Самое забавное, что это был женский магазин И там была такая женская одежда То есть я там теоретически даже не мог ничего Это самое, примерить Типа, да, вот этот момент я тоже хорошо помню Сейчас, подождите, как там перемотать Короче, я, типа, выбираю, смотрю на девушку И мне режиссер такой говорит Ну ты там нагнись, нагнись, загляни к ней там под юбку Там посмотри у нее там задницу Типа, смотри Я такой, что, что, да, типа заглянуть И он говорит, да, нагнись Я такой, типа, нагибаюсь и там надо что-то высматривать Это тут А, это Это заново, короче, ролик просто идет Ну, короче, друзья, было забавно Вот, видите, какой я был худой Эти джинсики, этот, блин, свитерок Лохматая эта голова моя Ну, короче, друзья, как-то вот так вот Вот так оно случилось Попал я на эту передачу Вот, денег я, как я уже говорил, не взял Просто было забавно и так далее Итак, следующий вопрос, который мне тоже часто задают Даша Суворова спрашивает Джо, вот любой человек, засвеченный на фото или видео Всегда хочет посмотреть на себя Оценить, как он вышел в кадре И мне всегда было интересно узнать Пересматриваешь ли ты свои стримы и видео Или, может быть, какие-то отдельные эпичные моменты Чтобы удостовериться, что ты хорошо смотрелся Дашенька, отвечаю тебе честно, как есть Знаешь, если бы я был бьюти-блогершей Какой-то девочкой Наверное, я бы свои видео пересматривал Но так как я просто геймер и мужик Вот, я на себя, я как бы особо себя на видео не пересматриваю Но, вот какие-то эпичные моменты из игр Где я играл, где я очень сильно переживал Я иногда пересматриваю, если они мне заново попадаются На ютубе, там, в ленте, в рекомендуемых и так далее Например, тот топ-1 в пубге с ангелосом Вы помните, да, который мы с ним брали Я пересматривал раз, наверное, пять Три раза на стриме В самом стриме еще раза два или три В отдельном ролике, который я выкладывал на канал Просто потому, что это было настолько эпично Все просто потому, что мне было очень приятно Пережить заново все эти эмоции, когда мы с ангелосом там тащили Ну, собственно говоря, я иногда какие-то эпичные моменты Разных игр на своем канале пересматриваю Именно по той причине, по которой вы, наверное, мои стримы смотрите Потому что тебя вот прям вот эти эмоции Они прям вот как-то через экран тебе передаются И ты заново все это переживаешь Короче, очень круто Наверное, с тем же успехом я когда-нибудь Когда пострее буду стареньким пердуном Буду пересматривать какие-то ролики из Не знаю, из своей жизни, да Вместе со своими внуками И типа так Ох, внучочек, вот мы в 2017 Ну, короче, не суть Пересматриваю некоторые свои видео Но это именно для того, чтобы заново просмаковать какие-то моменты Вот, ну, блин, бывает, бывает такое Так, Сергей Каракой спрашивает Что ты думаешь о Илоне Маске И об его проектах И хотел бы побывать на Марсе благодаря его программе SpaceX Ребят, ну, вы знаете До того, как я не начал интересоваться подробнее Деятельностью Илона Вот, мне казалось, что, блин, ну, круто, что есть такие люди Да, которые мыслят стратегически Думают о будущем Но потом я пообщался с некоторыми знакомыми своими Вот, они мне начали рассказывать Что и как происходит Кто такой Илон, что он делает и так далее Вот, ну, и я немножечко Ну, как сказать Не то чтобы разочаровался в нем Для меня ни он, ни Стив Джобс Никогда не были кумирами Вот, я не фанател от этих людей Хотя они, безусловно, молодцы Ну, просто я понял, что В каждой компании есть политика В каждой истории есть свои подводные камни Вот, и в каждой книге есть свои черные пятна Вот, насколько я знаю Проект Илона Маска Вся вообще, в целом его компания Вот, она была Очень сильно субсидирована Еще старым американским правительством Вот, правительством Барака Обама В нее влиты огромные миллиарды денег Которые непонятно Окупятся ли вообще когда-либо Это огромная черная дыра Куда было влита огромное количество денег Вот Если оно все когда-нибудь выстрелит Это очень хорошо Но проекты этого человека Вот, они очень амбициозные Вот Они очень футуристичные Вот И они достаточно далеко оторваны от реальности То есть то, что Теслы популярны Там где-то в силиконовой долине И там на них все катаются Это не значит, что эти Теслы будут популярны Во всем остальном мире И что они приживутся Да SpaceX Клевая тема Дай бог Она выстрелит Все будет хорошо И там, скажем так Космонавтика станет Более доступной Для каких-то технологий Вот Она станет Станет более дешевой И мы сможем там Быстрее осваивать космос Дай бог Но опять же Посмотрим, как оно будет То есть Ну Я достаточно критично настроен К этому человеку Но в любом случае Молодец Так 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 Здравствуйте, Константин Вы сказали в конце видео, что готовились к видео Разминали речевой аппарат И так далее Не могли бы вы рассказать А лучше показать Как это происходит Подготовка к стриму Записи роликов И так далее Если вам не сложно Друзья, рассказываю вам Не знаю, как насчет стрима Я вообще на стримах По ходу стрима постепенно Как бы раскачиваюсь Вы, наверное, замечали это, да? Но перед видео У меня как минимум происходит Где-то 5 фейлов Когда я не могу начать Сказать какое-то простое слово Примерно происходит так Всем привет, ребятки С вами Джофф И я хочу сегодня Заново Всем привет, ребятки С вами Джофф И сегодня буду вам рассказывать О примтанке Суперкуп Вот примерно как-то так Это происходит И я начинаю материться Ругаться Там бить себя вот так по чекам Вообще помогает На самом деле Чтобы размять Речевой аппарат Действительно такая есть тема Что нужно с утра Немножко поговорить 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 Чтобы как-то Разговориться 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 Даже любой там Тележурналист Какой-нибудь там Телеведущий Вам расскажет О том, что он Перед эфиром Скороговорки Проговаривает Скороговорки Проговаривал Проговаривал Чтобы были Скороговорки Вот я конечно Не ведущий Вот и скороговорки Я говорить не умею И дикция у меня такая себе Но тем менее Я тоже стараюсь Перед тем как записать Какой-то ролик Немножко сделать Какой-то Немножко Что-то сделать Вот такое Так Макс спрашивает Джофф Давно хотел тебя спросить Ты собираешься заводить семью Если да Если да То что будет с твоим каналом И будет ли у тебя сын Тема простая Это у девочек Знаете У них есть такая бланка В 30 лет Вот и ему очень обязательно До 30 выйти замуж Родить ребенка И так далее И так подобное Потому что часики тикают После 30 уже как бы Тело уже не такое упругое Вот внешность уже начинает Понемножечку угадать И так далее В общем девчонкам очень Очень-очень надо До 30-ника Все это организовать У мужиков другая ситуация Если у тебя хорошо со здоровьем Если ты достаточно успешен Если у тебя как говорится И это есть И этот стоит То куда спешить Я не вижу причин спешить Вот бывают конечно истории Что там люди встречаются В 20 лет Женятся и счастливо Живут всю оставшуюся жизнь Такое бывает Это круто Но это скорее Исключение из правил Вот я считаю Что спешить не нужно Нужно все проверить Все хорошо взвесить И так далее Вот тем более Когда дело касается детей Потому что дети Ой Это очень сложный челлендж Это все Сложный челлендж На всю оставшуюся жизнь Не то чтобы я его боюсь Но я понимаю Всю ответственность Да Вот ты понимаешь Что завести ребенка Это не собачку завести Это блин Это огромная Просто огромная ответственность И это огромные заботы Огромные вложения Вот Поэтому нужно Очень хорошо подумать Над тем С каким человеком Ты хочешь отправиться В это веселое путешествие В эту одиссею За руном Вот Поэтому Пока что я не спешу Безусловно Я не child free Я хочу когда-нибудь Ребенка Вот И семью тоже Вот Но когда И с кем Вот пока что Абсолютно это Непонятно Но будет Ну вот в принципе ребятки На этом и все Самые интересные вопросы Под прошлым видео Я их выбрал На них ответил Надеюсь вам было интересно Если было интересно Жмите лайк Подписывайтесь на канал И отвечайте Тьфу блин Отвечайте Вот видите Вот опять оговорка И задавайте новые вопросы Какие-то Я их обязательно посмотрю Отберу самые интересные И в следующем видео На них отвечу Спасибо что посмотрели И Не переключайте канал Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok